Вот если подумать... Продолжаем, что называется, ебать мёртвую хромую лошадь. Миллениуму спасибо за донат в фонд Питоныча, Паша Рамштайн тоже моё почтение. Давайте послушаем какие-то якобы мудрости. Вот если подумать, человек приходит чисто там тебя похейтить или что-то. Насколько я от этого далёк? Вот насколько я далёк от этой им... Да... От бицелии, от мразотства, от вот... Вот этого, знаешь, вот говнища. Да, далёк, блядь. Которая бурлит в людях. Мне почему-то никогда не хочется зайти кому-то написать, ну ты там тварь. Ну, зачем написать? То есть я тоже никому не захожу, не написываю. Я просто снимаю реакции и всё. Ты говно там вот такое, всё. А люди этого хотят. Вы представляете, насколько они ничтожны? Вот насколько ничтожны люди, которые вот этим занимаются? Ну, конечно, понятно. Опять пытается возвыситься за счёт жуков в комментах. Типа зайти и попытаться кого-то... Через вышечку-то немножко это... Скорбить. И он, получается, возвеличит себя, что ли, в своих глазах. Ну, возвеличит себя в своих глазах, сделав себя счастливым. Ну, сделав себя успешным. Ну, добившимся чего-то. А не зайти кому-то, какому-то человеку на тот же Ютуб или какую-то там страницу ВКонтакте и попытаться его оскорбить. Ну, почему у меня не возникает этой мысли никогда? Ну, мне вот нахер это не нужно? Зайти кого-то там хуй соснуть, там что-то... Ну, я вот просто не понимаю. Потому что у тебя Ютуб-канал есть. Я зашел, допустим, и написал там чуваку, мразь, и что мне от этого будет? Ну, мне денег кто-то принесет. Да весело. Меня станут узнавать на улицах. У меня дом построится. У меня появится жена а-ля там Анжелина Джоли какая-нибудь. Ну, кому что нравится. Кому-то там Скарлетт Йоханссон, ну, неважно. Алекс Найтмор. Ну, типа вот... Ну, ты это... Димон гитарная история. ...писал. И что тебе это даст? Поясни мне. Ну, тому человеку, которому ты написал, вот мне, например. Да, захотелось зайти написать. Бля, ребят, ну... Вот прикиньте. Вот ты сидишь, допустим, с фейка ВК, написал сопрыки на ВЛС. Пошел нахуй. Ну, бля, сидишь, кекаешь, все. Типа, бля... В этом прикол. И потом в ЧС сразу кинул, но при этом увидел, что он прочитал. Такой, о, он прочитал. Все, сидишь довольный, как говно. Пишут всякую хуйню. Ну, я так не делаю, конечно, и вас не призываю, но... Ну, блядь, надо признать, я, наверное, чуть-чуть понимаю таких людей. То есть, конечно, да, это очень жалко, блядь, когда... Типа, очень странный способ, да, типа, развлечься, там, и так далее, себя возвысить. С другой стороны, блядь, знаете, есть люди, скажем так, у которых все весьма в порядке. Там, со всей хуйней, со всей жизнью. Ну, хорошая серия была в Сауспарке на эту тему, где папа Кайло оказался шлюхогоном каким-то там, типа, и писал гадости бабам, просто радовался, типа, ну, вот такая отдушина у него была. То есть, в обычное время ходил, довольный, счастливый, о, всем привет, привет, сосед, о, боже ты мой. То есть, а там, ах ты, грязная мразь, типа, шлюха, и просто радовался, веселился и кекал. Так что, такое. Мне похуй. Ну, просто я знаю, что это пишет кусок говна. Ну, вот, пишет, ну, говнище, вот. Такое вот, какое-то, знаешь, лежит грязь вот эта вот. Хуже какой-нибудь самой замшалой проститутки. Вот я так этих людей воспринимаю. Ну, потому что нормальный человек. Ой, да какой Лукаш коммунист, блин. Лукаш просто хуй знает. Ну, ладно. Ну, которого хотя бы чуть-чуть есть в мозге, он не будет этого делать. Потом про это поболтаю. Ну, в моих глазах ты выглядишь просто вот реально хуже какой-то проститутки. Чем тебе проститутки не нравятся, не понял? Что тебе это даст? За проституток и двор стреляю в упор. Спасибо, Елкин. Поймали как-то сопрыки на копы и говорят, все, что вы скажете, может быть использовано против вас. А он, вы че реально настолько тупые, что думаете, я этого я не понимаю? Это, кстати, я не сейчас говорил. Да, да, это, кстати, не он говорил, а MC Artadocs. Поэтому MC Artadocs пусть сажают, а Сопрыкина не надо трогать. Он же этого не сказал. Ну, как бы Сопрыкин вежливый и хороший. Это только MC Artadocs бы так сказал. Вот, блядь, я не понимаю этого. Почему у людей возникают такие мысли? Вот что они преследуют? Типа, ну, ты же не стал от этого успешен. Там еще было тоже такое, типа, от Паши Рамштайн предложение такое, что если ты сказал, что какой-то чувак чмо, урод, говно и ублюдок, то можно сказать, это было не оскорбление, а ответ на вопрос просто человеку. Че ты, типа, сразу обижаешься? Даже если это было видео на Ютюбе. Ну, хоть и вырезанное со стрима. В чем прикол-то, вот хер его знает. Я что-то вот этого вообще не понимаю. Ну, типа, самореализация. А в чем он, как бы, может самореализоваться? Да никакая реализация. Просто, блядь, затроллить чванливое хуйло. Вот и все, блядь. То есть, ты понимаешь, что в этот момент чуть-чуть противнее жить стало какому-то, блядь, говноеду, который тебя бесит. Вот просто сделал гадость сердцу радость. Так это и работает. Ну, типа, че там непонятного? Все понятно. Не малолетки. Это пишут часто взрослые. Очень часто. Малолетки, это как бы... Малолетки, они не пишут такое. Малолетки, там, ты гандон, и убежал. Ну, типа, так. Ну, они же ебнутые еще. Вот. А это приходит взрослый, там, ты говнарь. Вата, там, что-то сдохни, там, блядь, падаль. И все прочее. Так вот читаешь, и ты думаешь, блядь, написала самая патошная, блядь, проститутка в истории человечества. Вот что ты этим добился? Вот я вообще никогда этого не понимал. Ну, у меня, у моих друзей. У меня, вот, очень много друзей, это очень успешные люди. У них не возникает даже, блядь, талики мыслей о том, чтобы взойти кому-то такую хуйню написать. Потому что что? Сейчас проверим, талика-талика все-таки или нет. Я, по-моему, уже который раз проверяю, но, по-моему, нет. Да, талики, пиздец. Они, блядь, занимаются своим успехом. Получается, что хандоны это тоже не оскорбление. Такого слова ведь нет. Да. Не, откуда он знает? Может, друзья беспалевно сидят с фейков и там пишут, типа, не знаю, всякое. Они занимаются собственным продвижением. Кто-то по карьерной лестнице, кто-то по музыкальной стезе и так далее, тому подобное. По коричневой лестнице они поднимаются. Ну, у них нет, блядь, даже вот мысли миллиметровой, чтобы такое сделать. Вот чё. Зато у них письки миллиметровые. Кто люди, блядь, я не понимаю. Это, получается, вот, из-за такого тотального вселенского количества говна, которую пишут в комментариях, это столько людей хуже проституток. Самых конченных. Чем тебе проститутки не нравятся, э-э-э? Чё? Пиздец. Это... Тут действительно подумаешь о том, что, как бы, да, страна стоит на краю. На краю пропасти. Потому что, вот, одно нереализованное говно находится в интернете. Это просто, блядь, тысячи миллионов людей. Очень прикольно. Да. Ну, а кто ещё будет тебя смотреть? Спасибо. Не было у меня никакого секса с Сергеем Соколом. Особенно в пассивной роли. Это было МСР Тадок. Это очередной скрин, да. Нормальные люди, они занимаются делом. А дебилы занимаются попытками кого-то оскорбить. Ну, и что я от этого буду унижен в твоих глазах? Да мне похуй. Вот дебил сидит, занимается какими-то попытками, да. Ну, типа, меня считает, вот, он меня унизил, унизил человек, который хуже самой паточной проститутки. Ну, подходит к тебе бомж, понимаешь, вот, сам абсаками пахнет, блядь, и он тебе говорит, что там, допустим, ты говнарь. Как ты на это посмотришь? Ты, блядь, будешь ржать, пиздец, скажешь, на себя посмотри. Угу, да. Ну, собственно, примерно так же Сокол, я думаю, и должен был реагировать на твоё высказывание касательно его каких-то песен и так далее. То есть вот подходит бомж, самый какой-то паточный, обоссанный, хуже проститутки. Который, блядь, несёт хуйню. Спасибо большое, спасибо. Он лучший мир, но его никто не форсит. Но впереди прошу, поверни ссылке, брат. Кинь до нас. Благодарю большое, спасибо, дорогой ББЕ. Мое почтение. Кто из нас вообще говнарь? Вот так и я это воспринимаю. И так это воспринимают все-все-все блогеры абсолютно, вообще все. Кроме каких-то вот совсем там инфантильных. Поэтому, блядь, очень... Ну да, вот Сокол тоже сидит, соответственно, и думает, блядь, на себя посмотри, типа, бомж и так далее. То есть, ну... Ну и я со стороны, типа, вот смотрю, допустим, твои реакции на меня, на ещё кого-то и думаю, блядь, ты на себя посмотри. Да, в принципе, мысль хорошая. Только, опять же, он забывает её к самому себе применить почему-то. Ну, как бы, жизнь намекает Сопрыкину на... Не знаю, на всякую хуйню, но боюсь, что он не понимает намёков. Забавно это, конечно, всё дело. Ну ладно, вам с этим жить, что поделать. Живите. Будьте хуже самой замшалой проститутки. Это ваш выбор. Я его уважаю. Абсолютно уважаю. Потому что каждый волен заниматься чем угодно. Кого-то вот... Ну, в общем, вы поняли, что там с ними делают. Не буду уже красное словцо вставлять. Юмор был.